И я всех приветствую, протяги на своём канале. Продолжаем с вами кровную вражду и у нас Мэва идёт по пожарищам по горящей стране, по Айдирну, чтобы добраться до финального нашего пункта назначения. Там замок, там Альдерсберг и там, короче, нам нужно туда срочно. Так, давайте смотреть, с чего мы куда идём. Мы были вот тут, походили везде, вот здесь вот посмотрели постом, типа городок. Туда нас пытался приютить этот самый предатель, которого мы пощадили в лесу. Но прикол в том, что мы не захотели, мы отказались от его пира, потому что я понял, что он скорее всего нападёт и скорее всего это будет засада, может мы даже не выживем. Но я обещал, что посмотрю потом на Википедии, что там нам сулила бы эта встреча, как бы. И она бы сулила то, что реально там была бы схватка, там надо было бы отбиваться, используя, по-моему, карты Рейнарда Ода и этого Кобелиного Князя. Вот. Мы, естественно, просрали уже этот бой. Мы его не увидели. И вот, кстати говоря, походу место. Оно же, да? Вот сундук. Рамочка. Ну, конечно, сетевая рамочка. Кому она нахуй надо? Мы, получается, пропустили бой, который могли бы не пропустить, а посражаться, посмотреть. А мы послушали чёрную Райлу, я просто не захотел её расстраивать. Но, вроде как, она бы не ушла. Если бы даже мы её не послушали, нам, скорее всего, осталось бы. Но ничего страшного. Тут, как в жизни, понимаешь, ты принял решение, ты всё, ты должен ему уже следовать и не от этого, не отказываться от него. В жизни же тоже всякие подонки избегают наказания. И этот подонок, который тут правит этим вот двором своим, я бы не назвал, что это какой-то там замок. Это просто какое-то, знаешь, типа поместье какое-то, который правит этим вот городком, типа поместьем. Он ушёл безнаказанным и... Ну, в жизни так бывает, когда всякие твари уходят без наказания. И вот и он ушёл без наказания. Поэтому, что поделать? Всё очень реалистично у нас. А тут чё? А тут атака сразу, нихуя себе. Имперская разведка. Опа, имперцы. Готовясь к стычке с очередным отрядом нильфгардцев, Мэва вспомнила уроки по географии континента, которые она брала, будучи юной девушкой. Империя столь велика, милая барышня, что на её территории поместятся 30 таких государств, как Лирия. Объяснял ей наставник. 30 раз, как победить такого колосса, вздохнула королева. Это вообще, возможно, обычный бой. Хм. А у нас давно, по-моему, не было обычных боёв, которые с двумя раундами, которые не короткие. И это будет интересно. Тут уже всё зависит от того, как мы карты подберём. И у нас, смотри, все слабые, все раненые. Потому что нас застали врасплох. Подожди, давайте подумать, что нам, короче, взять. Вот это поменять. Арбалетчик, руна Дождьбог нам пригодится. Эх, сброс, сброс. Мне интересно, как череп работает, но не в этой схватке явно. Давайте пока череп побережу. Да ну, да ну, ладно, хорошо. А всё равно же потом, это же два раунда получается, и нам потом ещё карты раздадут какие-то. Поэтому ничего страшного в этом нет. Давайте играть. Пошли пока так. А он стоит, тварь, смотри. Хей! Твоя жизнь теперь принадлежит меня. Мельгард чемпион. А что он делает? Он наносит... Подожди. Вражескому отряду урон, равный общему числу ваших дружественных отрядов. А, то есть у нас три дружественных отряда, не будем считать Жезлбурь. И он наносит деду столько же очков урона, получается. Ну, допустим. Так. У нас куча прачников. Я предлагаю сразу, сходу... Вываливать... Что творишь? Бомбомётчика. Вот так вот как-то. Новые приказы? Нет. Так, картошечники пришли. Они хотят, походу, деда завалить. Но это, конечно, плохо. Я бы поджёг бы пока... Ещё бы и этот ряд. Тут бы тоже поджёг. Деда сейчас, наверняка, кажется, завалит, да? Деда могут сейчас реально прихлопнуть здесь. Блин, деда валят. Дивизия Вениндаль. Это чё такое? Стойкость. Размещение. Добавьте неуязвимость всем дружественным отрядом. Нихера себе. Эббинг славен своими наёмниками и лёгкой кавалерией. Неуязвимость? Вы чё? А чё? Это нельзя ж, получается... Выбрать как цель. Бля, Хадык, ты смотри. Ладно, давай сыграем Мэву пока. А Мэва выберет его как цель? А, Мэва... То есть, как цель она его не выбирает, но... Рикошетит от этого, получается, и тому тоже даёт пиздюлей. Хорошо. Допустим. Я бы вот... Убил бы, наверное... Эта вот неуязвимость, которая нам даёт... Нашим врагам. Дивизию Вениндаля этого сраного. Ну, до конца, конечно, не убью, но мне кажется, что огонь его допалит потом в итоге. Огонь постепенно палит. Хорошо. Далее, далее, далее... О, пас, он спасовал. Ха! И я тоже спасую. Я тоже спасую сейчас. И вообще всё будет красиво. Смотри. Первый раунд за нами. Пока что в лёгкую мы её разделаем. Но мне кажется, у него там припасены... Более опасные, более сильные карты. Ничего нам, конечно, хорошего не раздали. Опять-таки, прачников этих, которых у меня и так хоть жопой жуй. Хоть бы как-то обменять можно было, но нельзя. Давай тогда вот так возле собаки-крестьянина поставим. Пока так. И посмотрим, что у нас будет дальше. Что он выложит. Рекрута. Сразу рекрута можно немножечко так вольнуть. Чтоб хотя бы деда усилить. Положить пока здесь вот эту вот. Займитесь любовью, а не войной. О, ничего себе, какая старая вешалка. Говорит, займитесь любовью. Я думал, в твои годы-то секса не было. Она, видишь, о любви что-то знает. Так. Давай, 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 давай. Как будем поступать? Что лучше всего тут сделать? Ну, его разве что. Но это я кого? Это, получается, я вольну. Тебя немножко вольну. Ну и хорош. А что дальше? Нифига себе. Рекомендую пустить кровь. Охерели совсем мою... Я даже не применил. Педик из Викавара, а ты что хочешь? Исцеляет друстные отряды и усиливает его значение восстановление. Пошел ты нахуй. Вообще так медичку просто свою просрать. Избель. Ну, спасибо. А я для кого берег Рейнарда Ода? Чтоб она потом способность опять восстановила свою. Охуеть. Ладно, давай, короче, тогда перетасовывать пока. Использовать прачникова. Что нам еще остается? Может, тут нам уже надо пасовать как бы, нет? Как-то у него там все прям вообще. Вот эти вот мне не нравятся. Деда моего валит вовсю. Смежным отрядом. Не. Пока не играем. Давай снова прачников. Использовать. Хотя бы так. Хотя бы так. И вот Мэвэй как раз таки вот так вот сделать. Хорош. В этом мне уже нравится. Это уже по-нашему. Ты выкладывай, выкладывай, не стесняйся. О, исцелил, сука, исцелил. Еще и эти гандоны. Так, подожди. А ну давай. Бахнем Альзуром вот сюда. Вообще красиво. А... Теперь... Можно, конечно, активировать Жезл Бурь, но... Поберегу пока. Он мне пригодится еще. Максимально надо его поберечь. Максимально. Сука, исцеляет. Я бы сейчас бы, знаешь что? Я бы сейчас бы забрал, наверное, чучело. Арбалетчика своего. Чтобы потом жахнуть по кому-нибудь сильному. А ну забери. Давай пока так. Не, ну тут опасно, опасно уже. Очень прям опасно. Деда убили, короче. Понял? Арбалетчиком я не жахну пока по кому-нибудь сильному. Потому что, потому что... Надо больше людей сюда. А ну давай, вот так вот сделаем. Давай вот так, вот так. И вот так. И мэвой можно сразу вальнуть вот сюда. Тоже, в принципе, неплохо. Конец хода. Сейчас будет девяточка здесь. Ну? Тварина. Почему он призывает из этой, из своей колоды, карту себе в руку ложит? Какого хуя? Возьмите копию этого отряда. А, он типа призывает и копию еще берет и себе в руку. Потом опять выкладывает и снова берет. Это походу так работает. Ну давай, может реально рискнем и... Вот так вот сделаем. Хера, все покрошили. О, сразу копии эти все убрались. Отлично. Мне это нравится. А, давай... Пять урона нанесем кому? Укажите мне цель. Медики всякие. Ну давай, не знаю, вот так вот давай. Если бы у Мэвы была сейчас способность, я бы вот этих вот покосил бы. Боец импера, а что он делает? В начале каждого хода усиливайте все смежные отряды. На одну единицу, если у этого отряда есть броня. У него есть вроде броня, или что? Или у какого отряда есть броня? У этого или у этого? Походу у этого. У этого 8 брони, а у этого нет брони. Значит, смотрим. Может пасануть здесь? Сколько у нас там еще осталось? Кто там у нас? Гесса, арбалетчики. У нас еще этот чувак. У нас еще Райла есть. Я, конечно, сомневаюсь, что они нам сильно помогут. Ладно, давай выложим Ода и не будем ебать мозг. Дисциплина принесет нам победу. И вот так вот сделаем и пас. Вот теперь интересно, он догонит нас или не догонит? Тридцать три... Тридцать пять, тридцать семь. Гороу, короче. Я понял, я понял. Сорок три, сорок один. Ну, почти. Мы почти его обогнали. Ну, карты, конечно, говняные нам раздали. Толком, мне кажется, тут не будет никакого. Вот эту дивизию магнала надо как-то валить. Давай сделаем так. А он будет постоянно призывать. Не, мы просрали, короче. Дивизия магна будет постоянно призываться. Понял? Это не есть хорошо. Это вообще не есть хорошо. Нам дали херовые карты и... Ну, видишь, что происходит? Тут бы не помешала бы Мэва этот... Палаш или как там его. Которая всем одинаковым... Ну, понятно, короче. Понятно. Понятно. Все понятно. Я еще могу что-то там выебнуться, попытаться вот так вот сделать, но... От этого толку мало. Как мне кажется. Не, ну херня совсем херня. Херня. А ну, последнюю точку давай загрузим. И мне кажется, лучше нам сейчас пойти в лагерь и переставить Мэву Палаш выбрать. Потому что для таких вот случаев... Так, и еще наш зритель, наша подписчица Цири нам советовала... Да, именно Цири. Цири подписаны на меня, потому что... Как же ж Цири не будет смотреть Ведьмака? Вы че? Вот, она советовала нам вернуть в колоду карту под названием... Как-то там медик или че-то какой-то педик. Где-то он... Сейчас найдем. Во. А, алхимик, блять, какой медик. Алхимик. Он... Делает силу отряда равной силе отряда слева от него. Короче, это приятный пацан. А я все его недооценивал, но мне сказали, как бы Цири подскала, что, мол, говорит... Он, на самом деле, нормальный штрих, а ты че-то как-то не признаешь его. Я бы лично от Кобеля-Прачника одного, наверное, выкинул. Нахер он тут надо? Посерьезно, вот нахер он тут надо? И все, да, мне кажется. Деда можно одного, мне кажется, выкинуть. Зачем он? Давай пока выкинем одного деда и выкинем одного прачника. Вот так вот. В принципе, в принципе, в принципе, все меня устраивает. Только Мэваш Палаш надо поставить. Четыре единицы урона вражескому отряду и всем остальным вражеским отрядам с той же силой. Понимаешь, четыре, не три. А Цепт всего лишь вот так вот по щеке, так проскреба, так вот поцарапал щеку на три очка всего лишь. А Мпалаш именно четыре. И если реально будут все ровненькие карты, там штук пять, то пятерым будет минус четыре сразу снимать. Если бы я реально использовал Мэву Палаш, то я бы вот эту катку, которую мы сейчас просрали, я бы ее выиграл тогда. И такого позорного поражения у нас бы не было. Ну, сейчас мы, короче, отыграемся, это не страшно, все. Это не страшно ни хера, смотри. Это сейчас, короче, вот так вот просто в легкую будет. Тут на самом деле можно было затащить, но если бы были карты типа Райлы, типа этого чувака обожженного, как его там звали. Вот, ну, блядь, я оставил всего лишь три прачника у себя в этом колоде, и все три мне раздали. Ну, зачем? Блядь, а я поменял. Ну, ладно. Просто бомбометчик тоже пригодился бы, ну, хорошо. Пускай так. Череп можно потом призвать или выбрать, мне кажется. Череп пока не буду его брать. Пускай он остается здесь и, короче, посрать на него. Так, вот Ода с Райлой будет совместим. Хорошо. Прачники, прачники, пускай этого пускай. Тут все нормально. Проводник пускай. Короче, мне кажется, что можно играть. Вот этим вот раскладом можно вполне себе играть. Давайте приступать. Значит, сейчас будут, короче, стрелять, что-то забирать. А мы, а мы, а мы... Так, а мы, короче, как? Положим деда пока. И, может, сразу рубанем вот этого рекрута. Просто, чтобы деда повысить. О, вот это отлично было. Мы же, когда применяем способность, мы выпала, что эти тоже стреляют в ответ. Прям хорошо. Они же реагируют на приказы. На способности на эти все. У них там это ж верность, верность. Вот у этих всех, короче, верность. Это отлично. Теперь я предлагаю сразу, может, избавиться от этого рекрута, чтобы просто по очкам выиграть. Для этого нам нужно... Вот так вот сделать. Сейчас у него восьмерик отнимет, и эту карту можно... В утиль просто списывать. Еще и собаку выложил. Хорош. А он не сдается, пидор. Я думал, он сейчас пасовать будет. Типа, он чувствует разницу. Может, у него там, типа, где-то еще... Лучшие карты есть. А он не пасует. Подлец и негодяй. Давай тогда мы и этого, который туман... Рассеивает. Выложим пока. Ай, ты, сука, падла, вот знал! Вот знал ты, пидор, что я сейчас выложу. Получается, он не дал мне дождаться двух ходов, чтобы я взял какую-то любую карту из своей колоды. Понимаешь, что творит? Мудила. Я, конечно, могу вернуть эту карту себе, но я лучше чучела по берегу для более мощных и значимых карт, типа Рейнарда Ода там. Ну, я стукну тебя в парту, чтобы ты понимал, что не надо со мной связываться. А теперь спасу. А нельзя спасовать? Так это же я не карту уложил, я же способность применил. Я думал, можно. Ты же обосрись. И что теперь делать? Ну, хорошо, допустим. Ладно, я верну. Чтобы уже просто конец ходу. Это-то я, конечно, всрался сейчас, понимаешь? Тупо надрестал в свои штаны. Зачем я эту единичку нажал? Ну, там была не единичка, но все равно нажал и циферка была, короче. О, вот это нормально. Это хорошо. Главное не просрать медичку. Так, а тут у нас, тут у нас, мне кажется, в порядок. Могу, конечно, рискнуть его заменить на кого-то, но мне кажется, не надо, потому что черная орала еще у нас есть. Я могу любые карты выбрать, которые захочу. Из своей колоды достать. Давай будем сильных выкладывать. Сильных мира сего, как говорится. А ведь уже становилось скучно. Да, подожди, сейчас не будем скучать. Твоя жизнь теперь принадлежит мне. С ними тут не заскучаешь. Я смотрю. Гесса арбалетчиков нету, что... Ладно, хорошо. И так пойдет. Давай сразу метнем сюда бомбу. И закончим ход. Главное этих падлов сейчас раскатать здесь отлично. Внутрый выбор. Главное их прям раскатать. В этом раунде тогда мы будем победителей по жизни. А ну подожди, я что хотел. Я хотел вот этого пидора выложить, которого нам тогда не дали. Чтоб через три хода он там что-то нам какую-нибудь карту принес. Это будет весьма кстати. Засранец. Убили моего этого. Забрали. 7-7, да? Смотри, 7-7. На вот так вот. Отлично. А теперь предлагаю выложить... Черную райлу, наверное. Опасно, конечно. Но ладно, пускай будет райла. Эти повышаются. Понятно. А что бомбометчика бьете? Алло, ребята. Он же ж типа тут погоды особо не играет. Смотри. Опа. И опа. А эти в святочке прям вообще... Гремучая смесь. Смотри. Опа. Хопа. И все, ребята. Вы просрата. А вот мне интересно. Подожди. Удалите любое число отрядов из вашего сброса. Затем нанесите всем отрядам в ряду урон. Равный числу удаленных отрядов. Это как? Вот давай, вот серьезно. Мне просто интересно. Из какого сброса? Ну, допустим. Хорошо. Давай вот. Давай вот. 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 И чё? А, пять урона, да? Пять единиц урона нанесёт. Ничего не понял. Кому ты нанёс? Вообще нихера, как оно работает. Не понимаю. Абсолютно. Ну, хорошо. Я не понимаю. Череп, походу, только этого цапнул. А этих... Не, может быть, там тоже что-то убрал. И хер его знает, честно говоря. Не понял. Я сейчас вот так вот сыграю. Понял? Я сейчас, короче, сделаю... Бомбиста вот сюда, пожалуйста. Что творит? Не тряси это! Разобью немножко масла. И поставлю ещё и медичку здесь. Какой-то зла страдает. Главное, что мы сейчас не замочили, потому что могут замочить. Могут замочить. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Тихо, не просри. О, вот этих надо валить. Пикинёры. Пикинёров надо валить. Так, смотри. Медичка. Сейчас я, короче, беру и исцеляю. Нихера себе вот это набомбануло. А теперь я могу даже, знаешь, что сотворить. Я могу, короче, гром Альзура вот сюда направить. И смотри, как будет. И всем просто будут падать перед ним. А-а-а... Хорошо. Замечательно. И что дальше? Ай, ты блядь, собака! Зачем? Мне не дал. Я думал сейчас Рейнарда Ода вызвать, чтобы Ода ещё раз ей позволил нанести вот это своё исцеление. И чтобы, короче, ну, уже так не будет. Но я Ода сейчас тогда сюда выложу. И у этих ещё у нас по способности появилось, получается. Мы сейчас делаем так. Мы сейчас, короче, возьмём... О, подожди. Скрыть карты. Стой. Скрыть карты. Как там, короче... Как нам подсказывали пользоваться вот этим вот чуваком? Сделайте силу отряда равной силе отряда слева от него. То есть... Силой от... С чего, блядь? Слева. Лева где? А лева это вот. Если он будет тут, то это будет право. А если будет... А-а-а! Слева от него. То есть слева единица. То есть у этого тоже будет единица, если я применю алхимика. Правильно? Вот этого... Куда? Или как? Приветствую. В чём дело? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Лошара, блядь! Ха-ха-ха-ха! Сука! Охуенная карта, на самом деле. Я не знал, что она такая крутая. Вот это... Цирилла, спасибо за наводочку. Как говорится, для лёгкой походочки нужна хорошая наводочка. И водочка тоже. Так. А тут, смотри, тут я косинца Сейчас сразу Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Вот сюда еще можно положить Так он просрал, этот гандон просрал Все Я тебе говорю Я тебе просто отвечаю, у него уже шансов нет Ни малейшего шанса А, ну сейчас исцелять будет Ну конечно же Своих педиков выбирал Подожди, подожди Подожди, подожди Не все так просто Сейчас я, короче, знаю, что Сделаем вот так, и вот так, и вот так, и вот так А что нельзя, поэтому нельзя А, почти не уязвим Сука, он ему неуязвимость сделал Петушара, а ну подожди А я сейчас Тогда давай вот так вот Ну а что еще Как еще играть-то Хорошо, тут пока все Тут пока все Пекинер Альба Девяточка Подожди А я могу сейчас? Шесть, шесть, я могу сейчас Сделаем вот так Повысим деда Теперь, 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 теперь Я могу Этот не, не, не уязвим Я могу сейчас ему бахнуть немножко Вот так, и вот так, и вот так И смотри, что будет Опа И хорош А те догорят Там все поле горит Смотр О, эти поисчезали Карты, это вообще Прям отличненно Что дальше будешь делать, чувак? Как будешь ходить? Ой, вот это вот что? Давай я тебе сразу и вальну его, слышь А нахер он там мне всрался Вот это вот что это такое? О-хо-хо-хо Отлично Прям вообще Вкатал днину А тут десяточка, чтобы вы понимали Как бы уже Ха-ха Че ты будешь там смеяться? Тебе плакать надо, а не смеяться Смеется тот, кто смеется Последним И это буду я, а не ты Кого ты будешь атаковать? Ну серьезно До свидания Ты уже просрал Я сейчас вот так вот сделаю Как она так делает? Я не знаю Но это, блядь, просто Как щенка Как щенулю Как щенулю Просто тебя вкатали в дно Смотри, ну я сделаю вот так Ну а че мне еще остается? И Вот Ну самых сильных давай Немножко стукнем И все И там Какая там одна карта У тебя выкладывай Свинота позорная Эй Карт Ага Пошел ты До свидания Все Вот это вообще Было просто Потное сражение Конечно же Оно было самое потное Из всех сражений Которые могут быть Найдено письмо От сержанта Вавра Глифа Кому? У местного населения 30 голов Рогатого скота Животные были умерщвлены И оставлены на солнце Медики Из вековара Контролируют Процесс гниения Как только Падаль достигнет Желаемой стадии Разложения Она будет передана На фронт Артиллерийским Отрядом Вот суки Это они походу Коров этих Гнилых Тут распространяли Вот же твари Какие Тупо Они не гнушаются Всякими Вот этими Запрещенными Приемами В бою Не могут Силой взять Так они берут Измором Берут отравой Берут Короче Как попало Действуют Вот нет Ничего святого Просто у людей Даже не люди Это не люди Нелюди Это не такие Нелюди Как нельфгарцы Это я куда зашел Когда отряд Пересек Небольшую речку Мэва Велела Солдатам Пополнить Истекающие Запасы воды Где вскоре Вернулись С пустыми Бурдюками И заметно Взволнованные Госпожа У воды Привкус крови Не как у кровяной колбасы Знаете А горький А что ж Моя вине Осталось ничего иного Как двинуться дальше Борясь с жаждой Королева размышляла Чем можно объяснить Такой странный случай Было ли это знамение Предостережение богов Наконец Она узнала Правду Следуя против течения Лирийцы дошли До небольшой заводи На поверхности Которой Покачивались Десятки Труб Взгляд Мэвы Застыл на теле Молодой женщины Длинные волосы Струящиеся по воде Широко раскрытые глаза В которых Отражается небо Сдернутый нос Усеянный Веснушками И горло Рассеченное От уха До уха Мы остановимся Здесь Спокойно Сказала королева И похороним Этих людей Достойно А ты Рейнер Разошли Лазутчиков И пусть Не возвращаются Покуда не выяснят Что здесь Случилось Солдаты Вернулись Спустя какое-то время Ведя Басова Мужчину Которого Нашли в лесу Тот утверждал Что он Родом из Мрозов Расположенного Неподалеку Селения И убитые Крестьяне Оттуда же Госпожа В деревню Пришли Нильфгардцы Командовал Ими Генерал Врыгер Энтот Ирод Согнал всех На берег Всю деревню И повелел Всех убить А тела В воду Скинуть Я один Убег Мэва Выслушала Селянина Передала Его под опеку Медиков После чего Велела Свернуть В лагерь Она скакала В авангарде Колонны И Рейнард Был рядом С ней Королева Сжимала Поводья Так крепко Что у нее Побелели Костяшки Нам известно Где стоит Этот Врыгер По сообщениям Вестовых Он разбил Лагерь К востоку Отсюда Мы нанесем Ему визит Они убили Всех Как в Росберге Госпожа Умоляю Не прощаем Этого Конечно Не прощу Ты че Так жестоко Переезать Всех крестьян А вот это Как раз таки Та точка Которая я рассказывал Это сундук Возле этого Синявой пуща Возле указателя Сто процентов Тебе говорю Это нам туда и надо Сейчас будет вернуться Ну не сейчас уже А наверное В следующей серии Потом пойдем Рапорт Ваше величество Разведчики нашли За деревней Свежее захоронение Судя по Нильгардским словам На надгробии Здесь похоронен Один из захватчиков А многочисленные дары Указывают Что это кто-то значительный Наши солдаты Все еще разгневаны Побоищем в морозах Они хотят разрушить Эту могилу Позволит ли им Нет Не стоит нарушать Покоя мертвых Каким бы и не было Их подданство По отношению Забрать могилу Не трогать Или забрать все ценные Остальное уничтожить Да конечно же Бля Зато у меня Он треугольничек Зеленый Наконец-то Такое бывает редко Не часто Такой треугольничек Встретишь Он вечно краснеет Ему стыдно За мои действия Но в этот раз Он позеленел Может ему плохо стало Хер его знает Но Он зеленый Это же вроде как Самый лучший показатель Поэтому Так а вот это тут Врыгев да Нихера себе там Лагерь Подожди А какая у нас там Карта Что у нас где Ага Это вот И вот это Вот это вот Получается Все Вот это лагерь А мы сюда Доска объявлений А мы сюда Вот за мост Ходили Вот туда Вот там же походу Прохода нет Хер его знает Так то получается Мы все обошли Только нам надо будет В лес вернуться И аж сюда вернуться Вот тут вот Получаю вот Вот это вот херня Да Сто пудов Тут надо будет копать Так нифига себе Это вы должны Чтобы я запомнил Типа что Оказывается Я думал В этой игре Типа когда ты находишь Вот эти вот Карты нарисованные С крестиком С кладом Типа то Это то что должно Тебе встретиться Потом еще дальше А надо оказывается Еще и возвращаться Куда-то где ты уже был То есть такое тоже Может быть И нам надо будет вернуться Тогда И забрать клад Ну и что Вернемся Что нам Что же нам делать еще Так давай Пока С эту серию Закончим Вот этим вот Битвой с Лагерем Нильфгардцев С этим Врыггевом Или кто тут У нас такой Лирийцы Да они Да нашли лагерь Генерала Врыггев Он был величиной С приличной гор Мэва Остановила колонну И созвала Сальв Первым взял Слово Рейнард У меня две новости Госпожа Хорошая И плохая Хорошая в том Что разведчики Выяснили Где разместился Генерал Врыгев Тот что Перебил Жителей Мродов А плохая Под его Началом Сильный отряд Он превосходит Нас числом И лучше вооружен Такой хуй С ним Какая разница У нас что Слабый отряд Может их и больше Но мы Сплоченнее Так сказать Мы Лучше друг друга Понимаем И мы Уже столько каток Выигрывали Так что Этот Врыгев Сейчас Просто Обосрется Когда нас увидит Мне нет до этого дела Отрезала Мэва Если я не покараю Его за то Что он сделал Хотя бы не попытаюсь Я больше никогда Не смогу взглянуть На свое отражение В зеркале Мы должны Атаковать Рейнард поклонился И отдал Приказы солдатам И в тот же день Отряд Мэвы И войска Под командованием Генерала Врыгева Сошлись Лицом К лицу На поле битвы Ну естественно Сошлись А что им еще Оставалось делать Это все пустить На самотек Ебать он Жирный кнур Ты че Вот этот Этот Врыгев Сейчас убьем Так Преступление И наказание Мэва ждала Что внешность Генерала Врыгева Будет подстать Его ужасным Злодеянем Она представляла Себе лицо Обезображенное Шрамами Пожелтевшие Зубы Пустую Глазницу Закрытую Повязкой Вместо этого Она увидела Утонченного Мужчину Лет 40 Со старательно Подстриженной Бородой Он выглядел Обычно Ну так Так бывает Победите армию Нильгарцев Или убейте Генерала Врыгева Короткий бой Это хорошо Сейчас попробуем Это интересно Врыгев должен заплатить Кабана этого надо убить По-любому Так Смотри У нас Окей Хорошо Райла Гаскон Может Ода найти Может реально найти Ода Этого нам не надо А ну выходи Кабан ебан Ворота замка Смотри Можно Короче Их пробить Только Надо Как-то Постараться Ну подожди А тут у нас Кто? Пехотинцы Врыгева Каждый раз Когда уничтожают Дружественный Отряд Перемещайте Этот отряд На его место Этим Воинам Нет равных Особенно Когда они Воюют С безоружными Селянами Короче Давай вот так Пока сделаем Ай Блин Надо было Конечно Деда еще А Даже так? Надо было конечно Деда поставить Ну ладно А дед и так походу Усилился Да? Дед же не был Десяткой Вроде не был Десяткой Ладно Не суть пока важно Пока будем делать так А че это они усиливаются А вот и Врыгев Сука В начале каждого хода Нанесите 10 единиц урона Слабейшему Дружественному Отряду И усиливайте Сильнейший Дружественный Отряд На 5 единиц Каждого хода Прикалываешься? Око за око Приведет лишь к тому Что весь мир Расслепнет А ну давай Я сейчас делаю так Давай я сейчас Подожгу Держи Там где есть в Рыге Подожгу И будем пытаться Увалить Как-то Твоя жизнь Теперь принадлежит мне Интересно правда как А ну знаешь че Давай Альзура сейчас туда И ранем Вот так вот прям Прям отлично Конец хода Пока А что они творят? Что-то стреляют Друг в друга Там дебилы Совсем что ли Помешанные? Они в Рыгефе Стреляют Совсем что ли Ребята Сучьи дети Вы там Между собой разобраться Не можете А на крестьян А на крестьян прете Так Ну подожди Предлагаю сразу Тогда использовать Эту руну Тоже на Рыгефе Нам его Главное завалить Мне кажется Вот его завалим И все будет четко А то он заебал Теперь 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 Конец хода Ах ты Педрила Он че он творит? Он че-то исцеляет Че-то короче Происходит здесь Вообще Нужно понять Так Погоди 7-7-7 Давай Сразу же Тут тоже Подожжем ряд Хотя Надо было Это раньше Сделать Ну ладно Мы сделали Сейчас Он усиливает Блин Продолжает Исцелять Наших Пехотинцев Бьют Ой Вот это Вот нехорошо Он же неуязвимый Делает Его теперь Нельзя как цель Выбрать Понял И его Надо срочно Вот этого Убить 7-7 9 9 8 А как цель Тут только его Можно выбрать Одного Да Тупблюдок Ну давай Выберу Хорошо Хотя Хотя бы Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь И восемь Если я сейчас Выберу Арбалетчика Я его вольну И в Риге встанет Уязвимый В пять Видишь Что произошло Пока что Конец хода Нам надо Срочно Убивать В Риге Это срочно Просто Понимаешь Надо Бляха Че Творится А это Че Было Что он Там Делает Шаманит Шаманит Не понять Что Моего Этого Бьют А ну Давай Выложим Райлу Прямо Срочниковским Выложим Райлу И подумаем Сейчас Что нам Делать Дальше Видите Все Исцеляются Вот этот Повышается Смотри Что происходит Райлу Бьют Окупевшие А ну На Моя боль Даром Не пройдет Какая боль Какая боль Айдирн Тимерия 5-0 А ну Подожди Ну Давай Смотри Приветствую В чем Дело Это Читерская Карта Блин Вот Приятно Что посоветовали Мне ее И теперь Я реально Могу Так шаманить С этим Алхимиком Просто По-крупному О Все Горят Теперь Этот Падла Охренел Что Ли Совсем Что Они Делают Они Того Врыкифа Усиливают Блин Это Убьют Райлу Подожди Надо Райлу Максимально Сейчас Использовать Надо Райлу Использовать По Максимуму А ну Вот так Вот Давай Сейчас Сразу Сюда Давай А Теперь 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 Надо Подумать Но тут Некого Больше Брать Кроме Как Этих Вот Прачников Мне Кажется Прачников Надо По-любому Брать Сюда Ложи Раз 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 Давай Вот так Вот Делаем Еще Ложи Прачника Одного Раз 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 Еще Одного Прачника Ложи Получается А тут Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восем Давай Так Надо Как-то Постараться Чтобы Этот Падла Просрал А ну Забери Арбалетчика Пока Что И Сделай Вот Так А Че Попрыгив И не Попал Ни Раз Алло Двадцать Девять Че там у них Еще происходит Пас О Смотри А теперь Смотри Внимательно Минус Четыре Это Раз И теперь Два И теперь Смотри Можно Еще раз Тоже Врыгив Отдолбанул И вот так И пошел Ты на Каза Ты Тупая Жирная Все До свидания Это Красиво Было Мирийцы Выиграли Сражение Несмотря На Огромный Численный Перевес Врага Позднее Историки Сошлись На Том Что Мэва Победила Благодаря Легковооруженному Войску Которая Отличалась Лучшей Маневренностью На Пересеченной Местности По Сравнению С Закованными В броню Нильгард По-моему Дело Было Совсем В другом Дело Не Я думаю Что Дело Было Просто В опыте Мы Уже На Опыте Ребята С вами О Королева Желала Знать Почему Он Велел Казнить Всю Деревню И Что По Мнению Нильгардцев Могло Оправдать Столь Позорное Деяние Две Недели Назад Я Послал В Мрозы Отряд Фуражиров Под Командованием Капитана Гайнора Когда Гайнор Проверял Сколько Мужики Собрали Сена Они Заперли Амбар И Подожгли Его Королева Выслушала Рассказ Генерала Ее Лицо Не Выражало Никаких Чувств И Все Ж Это Был Лишь Один Человек Врыгев Поднял Глаза И Посмотрел На Мэлу Королева С удивлением Заметила Что Глаза Его Были Мокры От Слез Да Госпожа Мой Сын Простых Слова Генерала Слышались Боль Скорб И Жажда Мести Которую Не Утолить Никогда Королеве Нужно Было Решать Как Поступить С Врыгев Без Сомнения Генерал Заслуживал Кары Притом Самой Суровой Из Возможных С Другой Стороны Столь Важного Пленника Можно Было Обменять На Значительную Сумму Золотом В котором Армия Мэвы Сейчас Так Отчаянно Нуждалась Либо Казнить Либо Обменять Гириала На Выкуп Как бы Армия Нуждается В золоте Если Я Обменяю Армия Мне Скажет Спасибо Но И Они Может Быть Тоже Хотят Чтобы Я Казнил То есть Тут Знаешь Тут Такой Выбор Давай Сохраним Ему Жизнь Может Быть Когда Нибудь Он Где Нибудь Еще Всплывет И Типа Ну Видно Что Человек Просто Отомстил За Своего Сына С одной Стороны Можно Его Убить Лишить Его Страданий Потому Что Он Будет И Дальше Мстить И Злиться Обозленным Будет А Типа Так Он Сыном Будет Типа В лучшем Мире И Все Дела Но Я Верю В то Что Звенит Поэтому Я Наверное Обменяю На Золото Золото Нам Нужно Чтобы Лагерь Наш Усиливать Золото Никогда Не бывает Много Поэтому Решение Принято В конце Концов Королева Решила Обменять Генерала На Выкуп Золотом Приняла Ли Она Такое Решение Из Жалости Тронутые Слезами Нильфгардца Или Из Чисто Материальных Побуждений Увидев В этом Обмене Прекрасную Возможность Набить Сундуки Сложно Сказать Ясно Одно Ее Солдаты Они Бросили Вызов Значительно Превосходивший Их Армии Врыги Ради Восстановления Справедливости А не Ради Денег Ой да Пошлите Вы в жопу Там же Было Написано Что Армия Нуждалась В золоте А теперь Они Вам Не надо Золото Мы Будем Так Без Золота Ходить О Ободранных Штанах И С Изношенным Ржавым Оружием Жрать Не будем Ничего И пить Не будем А теперь Красное Все Треугольник Унылый Ну зато Хоть золото Нормальное Пускай Они идут В жопу Эти солдаты Будут делать Так как я Скажу Нам надо Сейчас золото И все И точка А в Риге Фа Найдем Если он Еще раз На нас Злупнется Тогда казним А сейчас Ну Так я решил Поступить И все Вот что Я должен Объяснять Солдатами Я не понимаю Какого хера Они унывают Какого хера Они расстраиваются Если я Все сделал Правильно Если так Надо было Сделать Потому что У нас реально Сейчас без золота Мы тут Просто На стену Лезем И голодаем Все Армия Голодает На что Я новые Карты Куплю Естественно На золото Так они Этого Не понимают Суки Вот так Вот и Прав Секоми Солдатами Никогда Тебе спасибо Не скажут Вечно Всем Недовольны А я Посмотрел На вас Если вы Королевой Были И тоже Вам надо Было Принять Такое Тяжелое Решение Вот я Посмотрел Тогда Как вы Принимали А хер Кто из вас Встал Вышел Вперед И принял Такое Решение А вот Никто Из вас Ни один Не встал И не принял Сука Недоволь Недовольны И Получается Нам Недовольны Недовольны Что Попасть Вот Сюда Вот А можно Прям Знаешь Что Можно Прям Пойти Сейчас К указателю Переместиться Быстрое Перемещение И забрать Клад Чтобы не бежать С Тремглав Галопом Не бежать Вот Туда Вот Там Где он Находится Смотри Вот так Вот Раз И Переместиться Сразу Ж Сразу Ж К Вот Сюда Вот А ну Ка Смотри Ка Вот Я же Говорил Тут Клад Вот Тебе И все Вот Тебе И сундук Райла Аватар Ну Ладно Хорошо И нам Получается Нужно Перемещаться Сейчас Вот Сюда Вот Хорошо Отлично Все Давайте На этом серию Закончим Там Можно Будет Обустроить Лагерь Там Что-то У нас Короче Уже Золота Много Брыггев Выкупили Вот И Хорошо А Солдаты Недовольны Хер С ними Че Я буду За них Еще Психовать Оставайтесь С нами Подписывайтесь Ставьте Пальцы Вверх Удачи Всем До новых Встреч Берегите Себя Своих Близких Субтитры